Доброе утро, мои дорогие! Не знаю, посмотрела погоду, написано минус три. А у меня на окне тут дождик. Завтра плюс три. А в Черноморском плюс тринадцать. Вот вы представляете, я еще Вите говорила. Берю, Витя, сейчас уеду, и будет теплая погода. Вот такая у нас взаимная любовь с Крымом. Да. Что хочу сказать. Вот я не знаю почему. Вот не знаю почему. Я вторую ночь сплю, как убитая. Мало того, я вчера, ну, устала, конечно, я вчера устала. Но я легла в десять вечера. Один раз я за ночь проснулась, ну, по нужде, как говорится. И встала я сейчас в девять утра. Ну, вот как это? Вот я не знаю, девчонки. А там вот это, лягу в десять, пол первого ночи проснусь, и до утра. Потом часов в пять, в шесть усну, в восемь встану. Это зимой. Ой, да, дождик идет, моросящие окно открыло прямо в лицо. Вот так вот, мои дорогие, вот как хотите. Ну, ладно, сейчас кофейку попью, таблетки выпью, и опять ломанусь куда-нибудь. Ну, куда я вчера в СДЭК не заехала. Ну, да. Ну, и там видно будет. Я вот, у меня такая проблема. Я вот не знаю, как после Нового года, когда начнут работать там. Мои места-то, где мне надо и бусин купить, и фурнитуру. Вот надо сейчас поузнавать, полази в интернете. Город прям слышно, шумит. Жизнь идет. Ладно, с добрым утром, мои хорошие. Это Даня у нас так работает. На компьютере и на английском языке. Девочки мои дорогие. Мы перед Новым годом с Сашей сделаем розыгрыш двух комплектов. Как я вам и обещала, собственно говоря. И отдельно я не буду делать видео, а буду, когда вас поздравлять с Новым годом, и заодно объявлю, кто победил. Ну, уж вы не обижайтесь, девчонки. Это же не я выбираю, а программа. Поэтому я заранее прям поздравляю, кто выиграет. Мне само интересно. Я сама за вас переживаю. Иногда вот думаешь, да, вот хочется, чтобы этот человек выиграл. Но так крайне редко получается. Поэтому тут уж, не знаю, судьба или как, или удача работает. В общем, короче, на Новый год объявлю, кто победит. Спасибо вам за комментарии. Вот прям сейчас читаю. Ой, ну так, так приятно. Спасибо, девочки мои. Танюш Коннова. Прям вот обещаю, что буду вспоминать, да. Час за себя гулять, час за тебя. Спасибо, дорогая. А сейчас мне написала невеста моя Галина из Симферополя. Ну, вот я недавно вам рассказывала про их историю любви. Привезите снега, пожалуйста. Я говорю. Снега не обещаю, но что-нибудь привезу. Девочки, вот, может быть, кому-то будет смешно. А я просто вот увидела и растаяла. Вот надо же. Вот такие пластыри. Господи, первый раз в жизни вижу. С животными, со всякими. Господи. Я Саше говорю, я говорю, да как их жалко и приклеивать-то такие пластыри. Ой, я говорю, наверное, одичала, что ли я. В Крыму. Посмотрите, прелесть какая. Сейчас Саша соберется, и мы двинемся в путь. Это моя картина. Вот что-то я совсем перестала этим заниматься. Так интересно, как-то сделаны вот эти какие-то, как полки. Вот они тут, книги у них стоят. Там еще такая же. Ну, я потом сниму ром-тур-то. Вот это называется умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Мы решили не ехать на автобусе, а срезать дорогу и пройти каким-то парком и болотами. Но тут еще и скользко. В общем, все как всегда. Нормально. Нормально. Он нам, он туда вот, а вот люди ходят. Там люди ходят. Ах, не могу. А зато здесь в овраге ветра нет. Там, вон там на ватрушках катаются. С горки. Одинокие пешеходы. Вот речка. Оккервиль. Она тут по этому району течет. О, ну, утки плавают. Смотрите, вон на берегу ходят. Я видела их летом, осенью. Они зимой никуда не деваются. Как быстро плавут, да? Как будто у них моторчик там, а не лапки. Вот пытаемся отправить. Сейчас, я не тогда слышу. Слышишь, слышите? Спасибо большое. С наступающим праздником. Все, отправили. Я не знаю, смотрит ли девушка эта меня. Но отправили. И о чудо! Рукодельный магазин. Сейчас будем искать. Так, сейчас я, девчонки, одеваю очки. Буду смотреть. Ой, девчонки. Хороший магазин. Прям хороший. Но мне маловато. Это вот, кто не знает, метро проспект Большевиков. Чего тут только нету? Чего тут только нет. Но всего понемножку. Много всего, но понемножку. Вот, видите? Брошки. А вот просто-напросто покупаешь набор для изготовления за 500 рублей. И вот тебе красота. Так, ну ладно, все что. Мне было надо из того, что тут есть. Я купила. Тут вышивки идут. Вот. Ладно, мы пойдем дальше. Это еще не все. Потом, что купила, я вам покажу. Ну что, мы теперь пришли в Гламарт. Сейчас будем тут ходить смотреть. Ну вот, уже купили гирлянды. Потому что вторая за рубль. Чего ж не взять две, да, Саня? Так, ой, какие симпатичные тарелочки. Слушайте, прям рисунок, как на благородном стекле. Прям на дорогой посуде. Так. Ага, я в Мурманске видела такую посуду. Мы же завтра в рыбочку поедем в Икею. А что там в Икею нам надо? Мисок взять. В салатниках? Да, да, да. Да, да. Слушай, а завтра нам на стрижку. Так это, а все вместе же в одном. Да. Да. Вот так люблю всякие вот штучки маленькие. Но в результате они у меня так и стоят. Все думаю, надо вот положить и убрать там в холодильник или куда-то. Да. Ничего. Да, я говорю, так люблю всякие мелкие. Так. Саня у меня домовитая. Все покупает. Покупает для дома. Много тут всего. Много-много. Все таки. Так. Это уже третий магазин. Фамилия. Надо очки одеть. Я же не вижу ни шиша. Слепенькая. Как Лариса Табашникова говорит. Ой. На очки запотевают. Ну-ка, бутылка с краником. Так. Так. Угу. Ну-ка. Фикс-прайс. Такая посуда стоит поразить дешевле. Так. Так. Так-так-так. Пойду в декор. Вот надо мне искать упаковки отправлять в чем. В интернете надо поискать. Меня Алинка заказывала когда-то давно коробочки. Но они у меня все кончились. Тут шмотки, шмотки, шмотки. Ну вот единственное, что я нашла четыре салатничка красных праздничных. Да. Господи, сколько же под Новый год вот этого всего. 549 вот такой веночек. Помните, я делала? Мы уже три гирлянды купили. Где моя Саша? Полторы тысячи вот такой олень. Ой, а это прям как в Финляндии. Там вот любят такие дерева. Сколько оно? 600 рублей. Господи, я могу дома сделать такую. только оленя у меня нет. Вырезанной мордочки. Маски. Всякие, всякие разные. Ой, девчонки, господи. Две шапки крупные для бусин. Проволока. И вот вам. Кому надо, у меня таких от люстр много. Надо сфотографировать, кстати. Представляете, до Нового года два дня. Все закрыто. Мы даже не можем найти, где нам поесть. Ох, лестницы мои любимые. Ну что, дошла очередь до перекрестка. Мы ищем, где поесть. Вот жареные пельмени. Все, готовый обед. Купил, съел, пошел. Тыквочки. Вы знаете, что, если положить тыкву перед входом в дом, она заберет на себя все дерьмо, которое к вам приходит, которое творится в доме. Она очень быстро сгниет. Придется поменять. Так, картошки надо еще. Какие жолы здесь. А были бы бронзового цвета, смотрелись бы лучше. Ой, как, мои дорогие, как я устала. Вы не представляете. У меня нога отваливается. Все, сейчас мы поедем домой. Чего ты еще хотела? Все, сил нет. Это еще мы купили на сегодня. Приготовить поесть. Про Новый год еще. Молчим. Все завтра. Да, все завтра. Ну вот. Фу. Уже на улице темнеет. Все светится. Дед Мороз на линии. Дед Мороз тебя поздравлять хочет. Чего там? Да нет, типа таксиста. Все, сейчас едем домой. Еще дома я вам покажу, что я там купила в рукодельном магазине. Ну и, наверное, на сегодня все будет. Очень хочется есть. И очень устала. Поехали домой. Проходили три с половиной часа и все. У меня нога просто отказывается ходить. Старость, не радость. Я смотрю по магазинам. Может, что интересного увижу. Для себя. В основном пиво. Пятерочки. Ой, таблетки забыла купить. Тьфу. Так, ну что, мои хорошие. Так, сейчас покажу. Я там мало купила, поэтому... Так, вот такие две подвесочки. Вот такие. С рыбочками. Я бы побольше купила, если бы они были в разные стороны. Понимаете? Ну, ладно. Так. Вот таких шапочек по 50 штук взяла. Их больше, на самом деле. Просто они там друг под дружкой. Маленький-маленький выбор. Так, тросик ювелирный под золото и под серебро. Но потом посмотрела, они их всего по 10 метров. Дорогущие магазины. Вот скажу вам, не тая, до чего же дорого. Это просто. Так, вот таких два листа. У меня, по-моему, есть. Но взяла. Так. Вот это вот бусины кракелюр. Розовые, стеклянные. Ну, они очень хорошо смотрятся. Я взяла вот две упаковочки. Так. Ну, и швензы. Там были только такие. Ну, взяла такие. Ладно, они с замочком. Я взяла понемножку. Думаю, дома посмотрю. И что, магазин недалеко, если что, так. Так. Вот такие бусины. Вот так. Тут 10,8 миллиметров. Вот кажется страшненькие. Но у меня есть прям штук 20 вот разных оттенков. Потемней, посерей, посветлей, позеленей. И когда они вместе будут, будет очень красиво. Вот я вам прям потом покажу. Так. Купили мы три гирлянды. Все разные. Я себе купила вот такой вот. Ну, это я опять для декораторства. Купила вот такое зеркало. За 46 рублей. Так. Оно... Ну, короче, оно ставится на стол. Ку-ку. Ой. Да, это я. Зеркало грязное. Вот. Но я его купила, девочки, для декораторских дел. Так оно мне и не надо. Вот. Ну и, собственно... И, собственно... Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. С янтарными глазами. Это вчера с Сашей тут смотрели. Ну, кто смотрит, помните, что у Саши есть Ричард в Лондоне живет. Вот он ей тут прислал посылку. Там шапку, шарф, там всякие разные штуки. И вот такой вот камень. Я думаю... Вот это вот... Как, обнимашки? Да. Ну, в общем, типа того грубый перевод. Ну, вот это с помню. Камень какой-то. Видите, какое сердце. Так, ладно, у меня там солянка готовится. В общем, мы уже тут начали потихонечку. Так. И купили две вот такие гирлянды. Ну, девчонки, вообще копейки они стоят. Пять метров длиной. Они вот, видите, это стекловолокно. Одну повесили, надо еще повесить одну. Ну, совсем они так... Одну берешь 59 рублей, что ли, я уж не помню. Вторая за рубль. Так, ну что, мои дорогие, ладно. Я на сегодня с вами прощаюсь. Ой, завтра будет день, и будет пища. А мне надо просто сейчас поготовить. Все, что заранее можно. А солянку я просто им обещала. Все, мои золотые, не болейте. Готовимся к празднику. Всем спасибо за комментарии. Не грустите, пусть все у вас будет замечательно. Я вас люблю, обнимаю. Ну и пока-пока, мои дорогие. До завтра.